Субтитры делал DimaTorzok Видно, что вы очень известный человек Я бы сказал, что вы или художник, если бы не знал вас Или музыкант, или как минимум преподаватель какой-то высшей волшебной магии Вы выглядите как звук, так что если он не знал, то он думал, что вы either музыкант, художник или визард Я визард Да, я волшебник Я так и понял, потому что отсюда уходит огромный столб вон туда, в самый потолок Вы участвуете сейчас в этом проекте Вы участвуете в этом классическом проекте «Алсарас»? Да, участвуете Насколько вы считаете его удачным? Как вы думаете, как успешный проект? До настоящего момента, могу сказать, был очень успешным И отклик от публики был замечательным И в следующие дни мы ожидаем еще большего То есть если рассматривать наше интервью как просто знакомство, это одно А если рассматривать вас с точки зрения очень известного легендарного человека, то хочется спросить следующий вопрос То есть если мы рассматривать интервью как просто встретить человека, который интересный человек, то это одно Но если мы говорим о интервью с рок-старом, то он хочет спросить другую вопрос Музыка имеет гармонию, это вибрация Да, вообще да, музыка объединяет людей со всего мира, собственно, как происходит сейчас У музыки нет границ, неважно откуда ты и какого цвета у тебя входит Да, и поэтому она развивается и являясь живым организмом Да, поэтому музыка развивается как живая вещь Да, если бы было больше музыкантов, чем политиков, то проблем вообще не было Да, были проблемы только с алкоголем Я думаю, что вы говорите, что я в проблеме Да, но страна была бы счастлива, пожалуйста, больше водки Да, но страна была бы счастлива, пожалуйста, больше водки Она как-то начинает меняться Вот, хотим спросить из первых уст На ваш взгляд, куда? В вашем мнении, музыка изменится, без уверенности Но в вашем мнении, какой момент, что изменится, что изменится и ведет нас к нам? Классик рок никогда не умрет Но всегда будет новое поколение, которое хочет свою собственную музыку Но всегда будет новое поколение, которое хочет свою собственную музыку Судя по року, большинство людей, новой генерации, берут ее из старого стиля Они пытаются сделать это новое, но они все равно сохраняют, не только музыку, но и стараются новой, оригинальной вещи, как они развиваются. Да, но он говорит, что классик-рок был взаимствован из-за чего-то. Да, на многих повлиял джаз и блюз. Но это превосходило на что-то другое. Зепплин, как группа Клаптон. Блэк Саббат. И они создали всю твердую музыку. Блэк Саббат. Блэк Саббат. И потом люди его взяли немного дольше и дольше. И теперь у нас есть гости, глянг, глянг с фейсом. У нас есть много различий. Но вся музыка состоит из... Изначально вся музыка состоит из фольк-музики. У нас есть русская фольк-музика. В каждом стране в мире есть люди, которые рассказывают историю вокруг фея. И играют много музыкальных инструментов. Флуты, банжо или что-то. И читают истории. Музыка развивается в любом случае. Да, действительно, что-то было позаимствовано. Но такие группы, как Led Zeppelin, Элик Клаптон, они сделали эту музыку хард-роком. То есть она стала более тяжелой. Она стала звучать по-другому. И помимо этого, конечно, вся музыка, она родилась из народной музыки. Потому что были люди, которые... этно, да. Люди, которые играют на этнических, каких-то народных инструментах. И это все развивалось и развивалось. И в итоге пришло к тому, что мы имеем. То есть это и называется эволюция. So, this is what I call evolution. Exactly, yeah. Everything evolves, you know. Да, абсолютно. Все эволюционирует. I mean, 20 years ago, 30 years ago, there was no electronic music. 20-30 лет назад электронной музыки, как таковой, в принципе, не было. And remember, 30 years ago, there was disco music. А сейчас это поп-музыка. 30 лет назад был такой стиль, как disco. А сейчас это поп-музыка. Да. Ну, скажи, что я вот вижу, он точно волшебник. Потому что когда я видел, как было жестикулировалось, я видел, как будто синие, как будто вот ответвление энергии, Indigo, такие, он волшебник. Да. Он говорит, что ты мудрец, без уверенности. И, по-моему, он сказал какие-то странные вещи, как будто он халлусиный. Может быть, у меня такие очки просто, но я это видел. Может быть, это его магические глаза, но он смеет, что это видел. Да, я здесь, а теперь я исчезаю. Да, я здесь, а теперь я исчезаю. Так что скажет гуру? Музыка идет вперед. Да. Музыка идет прямо в сторону. Да? Да. Музыка заставляет наш глобус крутиться и делает людей счастливыми. Мне вот есть впечатление иногда, когда я общаюсь с очень известными рок-музыкантами, да, вот именно рок-музыкантами. Ну, кусочек переведи. Иногда это кажется, что когда он общается с легендарными рок-музыками, становится ощущение, что их задача на сегодняшний день как можно плотнее встать между всеми рядами и не давать этой музыке развиваться в какие-то техногенные структуры. Ну, там, техническую музыку. Как можно больше отстоять такое в чистом виде. Есть ощущение, что вы боретесь за простою музыку, за простою музыку, и не позволяйте это идти к более технологии. Ну, мы играем то, что мы играем, и мы верим в то, что мы делаем. Мы играем то, что мы играем, и верим в свою музыку. И, конечно, сложнее делать что-то иное, не поп-музыку. Но мы делаем то, во что мы верим. И мы можем сделать это сегодня, но мы играем то, что мы верим. Потому что, знаешь, это не про деньги все время. Для некоторых людей это, а для меня это не. Да, для некоторых людей это просто способ зарабатывать деньги, но не для меня. В любом случае, я бы наколдовал себе много денег, если сидел спокойненько. Да, а может быть, а может быть. Может быть, может быть. Ну и, конечно, огромное спасибо вам, что вы согласились дать интервью для нашего ресурса. Спасибо большое, что делали интервью для нашей медиасурсы. Спасибо большое. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...